Всем привет! Сегодня руки дошли наконец-таки сделать тест, завести машину с помощью такого вот суперконденсатора, который я не так давно собрал. Я его так по-быстрому скрепил молекулярным клеем. На конденсаторе у нас 14, почти 14 вольт, на аккумуляторе у нас 13,7 вольт. Сейчас я отключу аккумулятор, отключу конденсатор, а вы пока кто не подписался, подписывайтесь на канал, у нас тут что-то гроза идет, вроде бы надо успеть. Запрессовалась тут все нахрен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы никто ничего не говорил... Продолжение следует... 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 Так, минус. Напряжение стремительно падает. Надо быстро идти, заводить. Ну вот, движение просело, защита отключает стартер на моей машине. Надо пробовать на какой-нибудь другой. Где такого нету. Релюшка срабатывает и отключает. Ну вот, протестировал я эти же конденсаторы на другом автомобиле. На Ниве там двигатель поменьше. По идее, я, в принципе, думал, может, хоть чуть-чуть крутанёт его. Но чудо не случилось. Звуки бендикса только были и всё. Щёлкающего. Вот. Ну, в принципе, я ожидал, конечно, что ёмкости этих конденсаторов не хватит для того, чтобы запустить двигатель. Особо сильно не расстроился. Я хочу их поставить в параллель тому аккумулятору литий-железо-фосфатному, чтобы зимой хватало тока, чтобы дёрнуть. Так как зимой не хватало. Тогда в тестах я уже там, кто видел видео предыдущие, где я тестировал весь железо-фосфатный аккумулятор. Сейчас, летом, без проблем работает он на машине. А вот зимой хочу поставить, чтобы меньше насиловался аккумулятор. Параллельно ему вставлю батарею из конденсаторов. Думаю, что, чтобы дёрнуть двигатель, нужно хотя бы в три раза, наверное, больше ёмкости. Либо, может, эти конденсаторы не особо хорошего качества, что они такие токи не дают моментально, которые требуются. Ну, думаю, что дело, конечно, и в ёмкости, может, конечно, и в качестве тоже. Ну, спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь обязательно на канал. До следующего видео. Всем пока.